В Нининском округе продолжается сбор гуманитарной помощи. Товары можно принести в три пункта приема, расположенных в городе и поселке Искателей. О том, чем можно помочь гражданам Донецкой и Луганской народных республик, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Машины, доверху загруженные товарами гуманитарной помощи со всех пунктов приема, приезжают на склад, чтобы потом отправиться в Ростовскую область, гражданам Донецкой и Луганской народных республик. Коробки с товарами первой необходимости ежедневно поступают от жителей региона. Мы привезли в пункт сбора гуманитарную помощь от жителей округа, которая стартовала у нас 21 числа, куда все неравнодушные граждане могли принести средства первой необходимости. Здесь в большинстве своем бытовая химия, какие-то средства личной гигиены и, наверное, даже немного воды. Это все будет потом сформировано общим грузом и отправлено в Ростовскую область, где непосредственно передадим это все беженцам. Что можно передать в пункт приема гуманитарной помощи? Предметы личной гигиены, постельное белье, полотенце, одеяло, детскую одежду, а также товары для детей, электротовары, в том числе чайники, кулеры, микроволновые печи. Мы, как сторонники партии «Единая Россия», в обязательном порядке принимаем участие в этом мероприятии. Также большое, а даже огромное спасибо хочу выразить Федерации Тэквондо Ненецкого автономного округа, так как большую часть гуманитарных и продуктов они собрали. Большое им спасибо. Сегодня, значит, на базе МЧС мы размещаем весь сбор, который организовали, который собрали. Сейчас, видите, машины заезжают. Сегодня будет, значит, здесь все складировано. В дальнейшем все, что будет собрано с нашего региона, передается по назначению. Помощь принимается в будние дни по адресам. Ленина, 33-Б, Цокольный этаж, Смедовича, 20-А, кабинет 226, Ефтяников, 1-А, бывшее здание администрации поселка Искателей. Все товары для гуманитарной помощи должны быть новыми в упаковке. Узнать дополнительную информацию можно в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» по телефону, который вы видите на своем экране.